Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, были Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 29 января. Житие преподобного Отца нашего Лаврентия, Затворника Печерского. После искушения постигшего преподобных затворников Печерских Исаакия и Никиту, приобрел известность подвязавшейся в том же Святом Печерском монастыре блаженной Лаврентий, который также возымел дерзновение, как добрый воин Христов, одними собственными силами вести борьбу с противоборствующим душе губителем дьяволом, врагом подвижников. Он пожелал посвятить себя молитве в строгом затворе, утвердившись в той мысли, что именно о затворническом житии Господь говорит в словах «Когда ты молишься, войди в дом твой, затвори за собой дверь и помолись отцу твоему, который в тайне, и отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явно». Но преподобные отцы решительно не советовали ему делать это в Святом Печерском монастыре, где дьявол наиболее строил козни спасающимся отцам. Они вспоминали, как здесь враг одолел Исаакия и Никиту, боровшихся с ним наедине в затворе. Их обоих едва лишь после многих молитв привели в чувство. Тогда Лаврентий, простившись с братьями, отошел в монастырь святого великомученика Дмитрия, построенный князем Изяславом, и там подвязался в затворе. Он начал вести самую строгую жизнь и проявлять величайшую ревность о своем спасении, предпринимая с каждым днем все большие труды, умерщвляя все страстные вожделения воздержанием и голодом, искореняя их мечом духовным, то есть силой молитвы, и угошая разжженные стрелы врага водой из своих слез. Так по благодати Божией он не только сам избежал бесовских стрел, но и получил от всеседрого Господа дар чудесно исцелять различные язвы и недуги людей, а равно изгонять бесов. А раз к преподобному Лаврентию и среди многих других был приведен из Киева для исцеления один человек, одержимый бесом, настолько свирепым и сильным, что то дерево, которое с трудом могли понести десять человек, он один брал легко и отбрасывал вдаль. Блаженный затворник, желая прославления благодатию своему духовному отечеству, святому Печерскому монастырю, повелел отвезти этого человека туда, когда бесноватый начал вопить. Кому ты посылаешь меня? Я не смею даже приблизиться к пещере, так как в ней почивает много святых. В самом же монастыре есть тридцать святых чернористов, которых я боюсь, а с прочими я веду борьбу. Когда бесноватый поведал это о благодати, почивающей на святом Печерском монастыре, блаженный снова повелел отвезти его туда насильно, чтобы лучше удостовериться во всем сказанном им. Ветший бесноватого, зная, что он никогда не бывал в Печерском монастыре и никого не знает там, спрашивали его, «Кто эти подвижники, которых ты боишься?» В это время всех братьев в Печерском монастыре было сто восемнадцать. Бесноватый перечислил по именам тридцать из них и сказал, «Все они одним словом могут изгнать меня». Тогда ветшие его сказали ему снова, «Мы хотим заключить тебя в пещеру». Он на это ответил им, «Какая мне польза вести борьбу с мертвыми? Ибо они имеют гораздо больше дерзновения молиться Богу о своих чернорисах и о всех приходящих к ним. Если же вы хотите видеть мою способность вести борьбу, то ведите меня в монастырь. Кроме указанных тридцатьи мужей, я могу бороться со всеми остальными». Затем он начал показывать свои способности, произнося речи по-еврейски, римски, гречески, словом на всех языках, которых он никогда и не слышал. Провожавшие его устрашились и много удивились изменения его речи и способностей говорить на разных языках. После этого, прежде чем они вошли в монастырь, нечистый дух оставил бесноватого, исцелившийся начал со смыслом рассуждать, и бывшие с ним пришли в радость. Затем все вместе они вошли во святую чудотворную Печерскую церковь, воздать хвалу Богу. Узнав об этом, игумен пришел со всей братьей в церковь. Исцеленный не знал ни игумена, ни кого-либо из тех тридцати мужей, именами которых называл во времена обеснования. Тогда стали спрашивать его, «Кто исцелил тебя?» Он, взирая на чудотворную икону Пресвятой Богородицы, ответил, «С нею встретили нас святые мужи числом тридцать, и я исцелился». При этом имена всех их он помнил, а в лицо не знал ни одного. Тогда они все вместе воздали хвалу Богу, Его Пречистой Матери и святым угодникам Его. Так прославилось святое место Печерской обители по благоустроению Божией, возвещенному блаженным затворником Лаврентием, который по прошествии некоторого времени оставил Печерскую обитель, и был возведен на Туровскую кафедру. По блаженной кончине святого Лаврентия тело его было перенесено в Киево-Печерский монастырь, и счестью положено в пещерах, в которых и доселе его чудотворные мощи пребывают нетленными, в честь видящего в тайне, но воздающего затворником явно, прославляемого в Троице Бога, которому слава во веки, аминь. Он скончался в конце 12 века. Богу нашему слава во веки веков, аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.